Фотовыставка в сквере «Юность» открылась накануне 9 мая. На ней представлены снимки наших земляков, принимавших участие в сражениях, а также архивные фотографии празднования Дня Победы прошлых лет. Есть среди фотографий и лица героев Советского Союза. Сразу их не узнаешь. Все в повседневной одежде. Их выдает лишь медаль «Золотая звезда на груди». Мы хотели их показать не парадными, а хотели показать более будничными, то есть людьми, которые в окружении своих коллег, в окружении детей, ребят, которым они рассказывают часто о тех событиях, которые были на войне, ну вот в мирных, в мирной обстановке. И каждый из них достоин отдельного рассказа. На одной из фотографий изображен Владимир Алексеевич Михайлов в окружении учеников Развилковской школы. Он получил свою «Золотую звезду» лишь в 1965 году, а подвиг совершил еще в 1944-м. Остается он один. Один против танков. А они идут. Орудие не разбито. С позиции он идти не может. А у него уже несколько ранений. У него ранение в голову, у него лицо ранено. И кровь течет, заливает глаза, руки все в крови. Но уйти он не может. Он берет снаряды и сам себе командует. Кому командовать? Один остался. Сам себе командует. Заряжай огонь. Ольга Александровна Понасюк провела по выставке целую экскурсию. Рассказанные ей и истории людей, воевавших за мирное небо над нашими головами, не оставили присутствующих равнодушными. Мы прошлись, все почитали, посмотрели. Стараемся приобщать детей к нашей истории. Потому что мое поколение все-таки еще трепетно относится к войне. Потому что я непосредственно слышала все рассказы от своей бабушки. Мне все понравилось. Поздравляю всех с Днем Победы. На выставке представлено 35 фотографий. Познакомиться с ними может любой желающий. До конца месяца выставка «Победный май» будет ждать жителей в сквере «Юность». Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.